Библейский портал экзегет.ру представляет Не менее, хотя тема-то одинаковая, но Псалмы очень разные. 103-й, наверное, один из самых красивых во всей Псалтирии и во всей Библии один из самых красивых поэтических текстов. Почему можно благословить Господа? Ну, потому что Он благ, потому что Он одаряет нас своими щедротами, милостями. Но еще просто потому, что есть вокруг прекрасный мир. И этот мир – это творение Его рук. Казалось бы, ну и что, мы вот живем в этом мире, он для нас такая сцена событий разных, печальных, радостных, желанных, страшных. И по поводу этих событий мы благодарим Господа. Но насколько сложно и красиво устроен сам этот мир? Господь, Бог мой, как Ты велик! Облачен Ты в величие и славу, как плащом Ты укутан светом. Небо, словно шатер, раскинул, над водами чертоги возвел. «Облака колесница Твоя, Ты мчишься на крыльях ветра, Ты ветры делаешь своими посланцами, своими слугами огонь и пламя». Потом в послании к евреям эта цитата будет использоваться уже как некоторое богословское утверждение о том, что вот ангелы, они вторично по отношению к Сыну Божьему. Но здесь скорее такое радостное изумление устройству мира. Как необычно, сложно, многообразно он устроен. Как в нем все отличается одно от другого. И небо, как шатер для обитания. То есть это не просто такая равнодушная сцена жизни, но это мир, в котором так много прекрасного и хорошего. И в котором Бог обитает сам в том числе. Здесь может быть такой очень примитивный, немножко мифологический образ. Облака колесницы Твоя, Ты мчишься на крыльях ветра. Но тем не менее, мир, который служит Ему. Но это сначала про Бога. А человек? До человека еще далеко. На опорах поставил Ты землю, чтобы вовек не сдвинулась с места. Пучиной Ты укрыл ее, словно одеждой. В вышегорных вершин были воды. Крикнул на них грозно. Побежали они. Заспешили, когда прогремел Твой гром. По горам промчались, спустились в долину. Собрались там, где Ты повелел. И Ты границы назначил для них. Впереди они не затопят землю. Смотрите, начинается с творения земли, гор, воды. Это напоминает, конечно, первую главу бытия. Хотя здесь не в точности пересказано то, что было упомянуто там. Но достаточно близко. И главное, что Господь расставляет все по своим местам. И что в этом мире все оказывается именно так, как Он этому назначил. И Ты границы назначил для них впредь, они не затопят землю. Это, конечно, ссылка на потоп, на Ноев потоп. Не просто они не затопят землю, но они текут так, чтобы всем было хорошо. Даже не обязательно людям. По руслам Ты направляешь потоки. И текут они между гор. Поют всех полевых зверей, утоляют анагры, жажду. Анагры – это дикие ослы. Возле рек селятся птицы, среди листвы слышны их голоса. Оращаешь Ты горы из чертогов Твоих, и плодами Твоих рук насыщается земля. Ты траву растешь для скота и злаки, чтобы люди возделывали их, чтобы хлеб добывали из земли. Вот, наконец, появляются люди, но люди даже не венец творения. Здесь еще, да, хотя, конечно, они венец творения, но здесь об этом не сказано. А скорее люди то, что добавляет совершенство этому миру. Вот еще когда речь шла о сотворении мира во второй главе Бытия, там человек нужен для того, чтобы возделывать Эдемский сад. Оказывается, Бог не просто создает прекрасный мир, но он создает мир, который в каком-то смысле нуждается в приложении человеческих усилий. И человек здесь как будто вот часть этого мира, да, птицы, трава, скот и люди, которые выращивают хлеб, да, вот насколько они дополняют этот прекрасный мир. Но, как только появляются они, в свою очередь, мир для них, чтобы хлеб добывали из земли, чтобы сердца людей вино веселило, чтобы лица их от масла блестели, чтобы хлеб подкреплял их силы. Вот мир, который живет с человеком в таком творческом, гармоничном единстве, да, то есть человек его возделывает, но и сам наслаждается его плодами. «Напоены водой деревья Господни, им посажены кедры ливанские, птицы там гнезда вьют, аисты живут среди сосен, горы дают приют диким козам, скалы приют доманам». То есть на дальнем переводе там немножечко странный перевод. «Зайцам, в чем проблема, скалы прибежившие зайцам, да, какие же зайцы на скалах?» Это совсем не зайцы, хотя они немножко похожи на кроликов, но это доманы, особые такие зверушки, которые действительно живут на скалах и очень ловко по ним лазают. «Ты луну сотворил, чтобы указывать сроки, солнцу час заката назначен, ты опускаешь тьму, и наступает ночь, когда звери рыщут в лесу, львы рыча на охоту выходят, ищут пищу, что Бог им послал, когда солнце взойдет, уйдут, в своем логове лягут спать, на работу идет человек, и до самого вечера трудятся». Смотрите, и львы, и люди у всех в свое время, они очень разные, львы – это хищники, страшные для человека, но даже вот это страшное и опасное, оно тоже часть этого мира, оно тоже гармоничным образом в него вписано. «Как многочисленные твои творения, Господи, и как же мудро ты все устроил, твои создания заполнили море, заполнили землю, вот огромное необъятное море, и в нем без числа тварей морских, там животные, большие, малые, там плавают корабли, левиафан твое творение резвится там». Левиафан – загадочное существо, такое скорее мифологическое, в книге Иова довольно подробно о нем рассказано, но все равно непонятно, кто это, какой-то морской довольно страшный зверь, но в то же время он там играет. Вот кого они себе представляли, читая эти строки, мы сказать наверняка не можем, может, это такое описание близкое к портрету кита, какого-то морского огромного чудища, который действительно резвится, играет, бьет хвостом, что-то же, конечно, опасно для корабля, который рядом окажется, но все равно. И мир, который устроен для радости, для радости всех живых существ. «Все к тебе обращают взор, чтобы ты дал им пищу в нужное время, ты подаешь, и они подберут, кормишь их щедрой рукой, сыты они и довольны. Ты скроешь свои лик, они в смятении, отберешь у них дыхание, умрут, снова станут глиной. Когда посылаешь свой дух, они возрождаются, так обновляешь ты лик земли». Ну и вот, собственно, круговорот жизни и смерти в природе. Но у этого круговорота есть центр, это центр Бог. И, казалось бы, трудно говорить о том, что животные, птицы, рыбы или левиафан почитают Бога. Ну, конечно, они не почитают Бога в том же смысле, в каком человек. Но принимают посланные им дары, пищу, саму жизнь, которая тоже от него. И вот сегодня еще много говорят об экологии. Наверное, один из самых экологичных псалмов во всей Библии. Не потому, что он говорит, вот не мусорьте, убирайте за собой, следите за природой. Нет. Он говорит, мир дивно устроен, мы часть этого мира, мы должны жить с ним в гармонии. И этого хочет Бог. И более того, весь остальной мир, кроме человека, с Богом дружит, с Богом в мире по-своему. Пускай не совсем так, как, может быть, у человека это может быть. Слава Господу вовеки. Пусть радуется он творением своим. Он посмотрит на землю, она дрожит, прикоснется к горам, дымятся. Здесь какое-то вот землетрясение, там что-то такое, очень страшная вулканическая активность. Казалось бы, при чем здесь это? Но это признак его величия. Это знак того, что действительно он творец этого мира. И вот даже в самом-самом конце такая тема грозы, тема извержения вулкана или землетрясения, чего-то подобного, чего-то такого, что страшно. И что, тем не менее, тоже часть божественного замысла. И поэтому мысль, которая здесь рождается, не столько ужас перед Богом, сколько удивление и благодарность тому, что и это в мире тоже есть. Буду петь о Господе, доколе я жив. Буду славить Его, пока существую. Да будет песнь моя, Ему приятно. Господь, радость моя. И вдруг неожиданно, да не будет грешников на земле, да не будет на ней злодеев. Почему? Да потому что они не вписываются. Вот львы вписываются, левиафан чудище морское вписывается, они тоже по замыслу Божьему живут. А грешники – единственная разновидность живых существ, которые живут не по Божьей воле. Вот пусть их не будет. Причем не сказано, в псалтире много такого. Давайте их всех убьем, Господи, вот ты нам поможешь их победить. Давайте мы порадуемся их исчезновению. Нет. Очень скромные псаломы, они же такие разные, в том числе воинственные. А этот потрясающий мир, да пусть их не будет. Пусть они поймут, как устроен этот мир, насколько он гармоничен, насколько они не вписываются в эту гармонию. Благослови, душа моя Господа. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...